Весна пора обновления и не только в природе. Для сферы жизнеобеспечения наступило время традиционных забот. Ремонт дорог, уборка, благоустройство и озеленение города, подготовка к будущей зиме. Самые актуальные темы сегодняшнего дня озвучил глава города Сергей Маклаков в интервью местным СМИ. Список весенних проблем открыли, конечно же, дороги. Дороги будут приведены в соответствие с ГОСТами, скажем, по минимуму. Хотелось бы, конечно, новых дорог, нового асфальта, но на этот год у нас этого не получится. Это связано с тем, что все, наверное, уже знают земельный налог с физических лиц и имущественный налог с физических лиц. Принято решение, значит, федеральным законом о том, что люди будут налог платить за прошедший год. Поэтому в этом году случилось так, что у нас этот налог выпадает. И плюс у нас идет неоплата налога юридических лиц. В итоге получается, что из 90 миллионов бюджета города 60 миллионов выпадает. При тех минимальных средствах, которые мы имеем по этому году, проведены уже у нас торги в этом отношении. И в первую очередь, конечно, это автобусное сообщение. Там, где у нас ходят маршрутные такси, там, где у нас ходят автобусы. До конца месяца мы выполним ямочный ремонт. Нам придется привести в соответствие и помочь людям где-то и по придомовым территориям. Там уж, где вообще, скажем, состояния никакое. Особенно берем на контроль те места, которые были раскопки проведены в прошлом году, когда была подготовка к отопительному сезону. Копали теплотрассы. В связи с этим, значит, минимум он в любом случае, при любых обстоятельствах будет сделан. Ну, а максимум, конечно, в этом году у нас не получится. Со следующего года у нас пойдут налоги. Надеюсь, что в следующий год мы будем уже нормально расписывать, нормально финансировать и уже, так скажем, будут видны более такие глобальные проекты. Областные какие-то средства на такие цели не предусматриваются? Нет, областные средства по дорогам есть, они тоже минимальные. Значит, там порядка 4,5 миллионов предусмотрено. Как бы наши средства, мы тоже смотрим софинансирование к этим деньгам. Это как раз те деньги, которые и пойдут вот на самое-самое основное. Сергей Валерьевич, затянувшаяся зима, наверное, сильно сократила сроки массовой уборки города. Где она сейчас уже по возможности начинается? Какие организации будут к ней задействованы? Мы начали к этому готовиться еще два месяца назад. Значит, первое, мы разослали всем нашим предпринимателям, значит, магазинам, заводам письма с тем, чтобы все убрали свою территорию. Это раз. Мало того, значит, мы попросили, разбили город уже по парковым зонам, значит, и попросили, значит, предприятия предпринимателям, чтобы они нам оказали помощь именно в уборке вот этих парковых зон. То, что касается центральных частей основных парков, у нас есть АУ «Зеленхострой». Сегодня этим АУ «Зеленхострой» как бы руководит, наверное, все угличане знают, Гуськов Леонид Сергеевич. Тоже проведены торги и тоже будем сейчас это все приводить в порядок. Также мы расписали основные направления, значит, это Ростовская улица, это Ярославская, Рыбинская, Маймерское направление, полностью все направления расписали. Необходимо привести в порядок стеллы, которые въезд в город. И здесь, конечно, сейчас особое внимание, это подсыпка дорог частного сектора. Конечно, у нас, если прошлый год мы хорошо подсыпали, позапрошлый год хорошо поработали. В этом году, как я уже сказал, финансовое состояние очень сложное, но все равно там, где уже как бы критическая ситуация, в любом случае мы будем подсыпать, будем эти работы выполнять, хоть по минимуму, но выполнять мы их будем. Я бы хотел призвать всех угличан выйти на субботники. Мы подготовились по материалам, это грабли, ведра, веники, у нас это все есть. Ольга Валерьевна Задворнова, начальник управления экономики и прогнозирования администрации города, значит, она расписала графики, где люди будут выходить на субботники, мы будем им предоставлять весь инвентарь, будем предоставлять технику, машины для вывоза мусора и как бы совместными усилиями будем убирать наш город. До 9 мая мы должны весь город убрать и город должен быть уже выглядеть достойно. Тема уборки города весенними субботниками, конечно же, не заканчивается. Тем более в данной сфере в этом году грядут нововведения. Управляющая компания Северного жилого района, значит, она приобрела два новых мусоровоза. Перед ними поставлена задача до конца июня установить уже евроконтейнера, потому что сейчас жизнь показала, что вот этот мусор, который вываливают, он весь разлетается. Где собаки, где бомжи, где ветер, разлетается и как бы вся территория засоряется. Чистый город не там, где постоянно убирают, чистый город там, где не мусорят. Поэтому евроконтейнеры, площадки будут уже с крышей и с боковыми, значит, перегородками, которые не будут давать возможности раздувать этот мусор. Пока, как пилотный проект, это мирный северный, значит, так как в городе нет денег, управляющая компания берет эти затраты на себя по устройству вот этих мусорных контейнеров полностью. Кроме того, в этом году управляющие компании приобрели специальную технику для чистки дорог и придомовых территорий, благодаря чему качество данных работ должно значительно улучшиться. В целом по городу разрабатывается более эффективный график вывоза мусора, учитывая, что его количество постоянно увеличивается. Большие задачи перед коммунальщиками стоят и в плане озеленения города, которое включает в себя целый комплекс работ. Практически каждый день, на каждой планерке, каждое утро мне докладывают. И очень много, все-таки, нескончаемый поток от жителей заявлений, значит, убирать старые деревья. Их убрано уже очень много и убираем. Но я считаю, что за одно, скажем, спиленное дерево надо садить три или пять. Сейчас прорабатываем вопрос по приобретению 50 либ. Буквально вчера я проводил переговоры с председателем садоводческих товариществ, чтобы они нам помогли именно саженцами, это сирень, жасмин, чтобы нам в городе как бы максимально постараться все-таки озеленять наш город. А какая организация будет заниматься вот этой работой? Этой работой будет заниматься не только организация. Как организация будет заниматься зеленхострой, но здесь будет заниматься и общественность, и садоводы, готовы нам помогать в этом отношении. Значит, и ТОСы, и старшие по домам, старшие по подъездам. Значит, конкурс мы сейчас опять объявим, будем проводить самый красивый двор, самый красивый балкон. Здесь, я считаю, заниматься не кто-то один должен, руководить должен один, а заниматься должны все угличане. Сергей Валерьевич, после вот таких основных вопросов, которые касаются уборки города и благоустройства, наверное, первостепенными задачами является подготовка к зиме. Какие вопросы в этом году стоят на первом плане? Особое внимание нужно уделить, это строительству котельной, значит, микроюни Солнечный и перекладке теплосетей. Сегодня для того, чтобы перекладывать новые сети, это уже нужно выделять земельные участки, нужно делать геодезию, смотреть уже рядом стоящие сети. Очень много проблем в этом отношении. И для того, чтобы реально провести все эти работы, необходимо будет подготовить очень большой пакет документов. Сегодня складывается такое ощущение у меня, что намного сложнее подготовить вот этот весь пакет документов, чем что-то построить. Но, тем не менее, как планируется решать эту задачу? Ее надо просто решать и все, и других вариантов у нас нет. Проект очень серьезный, цена вопроса строительства котельной пока точно не определена, но она ориентировочно будет стоить 80 миллионов. Перекладка теплосетей тоже будет стоить порядка 300 миллионов. Естественно, таких денег ни в районе, ни в городе, таких денег нет. И здесь мы надеемся на помощь Ярославской области, непосредственно губернатора Ярославской области Сергея Алексеевича Вахрукова. Значит, Элеонор Михайловна сейчас инициируется вопрос проведения совещания на уровне заместителя губернатора Ипонешникова Андрея Васильевича, для того, чтобы он расписал это все протокол, расставил все по срокам, расставил все по приоритетам, и все-таки взял на контроль именно он, потому что это очень серьезный, тяжелый проект. И для того, чтобы его реализовать, я считаю, что нельзя терять ни одной минуты. И мы все слаженно, и области, мы, и организации должны работать, скажем, в онлайне, быстро, четко, разворотливо. Наряду со строительством котельной в Солнечном, местная власть намерена активно реализовывать программу энергосбережения, как основную задачу по защите населения от непомерно растущих тарифов на услуги ЖКХ. Защитить мы можем только одним способом, это все-таки установка общедомовых приборов учета. По крайней мере, заплатить только за то, что потребили, но не за все остальное. И для этого мы сейчас отрабатываем схемы, значит, по привлечению инвестиций. Есть сегодня, мы нашли четыре организации, которые готовы вложить деньги, значит, быстро установить эти приборы учета, и в течение трех-пяти лет там уже надо смотреть, все дома разные, платежеспособность домов тоже разная. И потом уже постепенно будем за эти проделанные работы будем рассчитываться. В этом году жестко стоит, я поставил задачу перед управляющими компаниями, это обязательно промывка домов и гидравлика домов. Потому что у нас есть много моментов, когда дома плохо отапливаются не от того, что котельная не дает столько тепла, сколько нужно, а от того, что есть особенно конечные дома, забитые системой отопления. И на протяжении, не знаю, уж там 10-15 лет их никто никогда не промывал. Поэтому все-таки закуплено в этом году уже оборудование, и обязательно нужно заниматься промывкой домов. Для того, чтобы, если система отопления будет чистой, если будет сделана нормальная гидравлика, если будут стоять приборы учета, то думаю, что мы снизим затраты именно по платежам, по коммунальным платежам. А в финансовом плане предстоящие планы, они обеспечены? В финансовом плане понятно, что на население положить это все нельзя, потому что и так им сегодня, скажем, очень сложно. В бюджете района средств в этом году и города в связи с выпадающими доходами тоже минимум. Надо постараться реализовать как бы с минимальными доходами и максимальным результатом. Вот тут надо умудриться и надо думать, как это сделать, и это надо сделать. Продолжение следует...